Чтобы вырастить в Латвии качественные овощи в промышленных масштабах, нужны дополнительные тепло и свет. Большинство тепличных комплексов еще готовятся к новому овощному сезону, а некоторые выращивают помидоры и огурцы круглый год. Но остро ощущают рост цен на энергоресурсы. Абсолютно все. Подорожают ли в этом сезоне овощи? Посевной сезон у фермы Квигани под Цессисом начнется только в конце февраля. Но теплицы нужно отапливать уже сейчас. И это не дешевое удовольствие. В теплицах площадью 3 гектара зимой необходимо поддерживать температуру около 4 градусов, чтобы не замерзали трубы и снег на крыше. В саду есть небольшая котельная на щепе, но ее мощности хватает только на части точной теплицы. Большие овощные теплицы отапливаются системой газового отопления. Поэтому повышение цен на газ – очень болезненный удар для предприятия. Каждый месяц мы платим очень большие суммы за пустые теплицы, за отопление. В декабре прошлого года за январь у нас был счет 40 тысяч евро. Было уже довольно больно. В этом году 140 тысяч. Поддержки никакой нет. Предприятию уже пришлось отказаться от планов по расширению и закупке нового оборудования на этот сезон. Эти средства пойдут на оплату счетов за природный газ и поиск альтернативных способов отопления. Если ситуация не изменится, то не исключен и худший вариант развития событий. Есть вариант, что мы будем вынуждены сказать спасибо, но мы прекращаем работу и закрываем теплицы. В Карсовском крае, на самом границе Латвии, в тепличном комплексе Межвиде, сезонного перерыва нет. Помидоры здесь выращивают и в зимние морозы. Это означает огромные затраты на электроэнергию и тепло. В этом плане мы являемся одним из крупнейших потребителей электроэнергии не только в нашем крае, но и в регионе Латгалии в целом. Поэтому на нас существенно повлияло повышение рыночной цены на электричество. В декабре счет за электроэнергию был почти 92 тысячи евро. И это при том, что Межвиде также получает тепло и электричество от своей станции когенерации. Эдгар поддерживает представленные государством скидки на тарифы распределения электроэнергии, однако отмечает, для тепличного сектора этого будет недостаточно. Мы считаем, что это своего рода чрезвычайная ситуация. И, возможно, на этот раз в порядке исключения Министерство земледелия может попросить Еврокомиссию, как в случае наводнений или других чрезвычайных ситуаций, запросить единоразовую поддержку именно для тепличного сектора. Подорожают ли из-за этого овощи в латвийских магазинах? И если да, то на сколько? Это предприниматели прогнозировать не берутся. На цену сильно повлияют события на таких крупных рынках, как Польша и Испания. Однако первоначальные прогнозы предполагают рост цен как минимум на треть. Учитывая наши затраты, 20-30% хотелось бы добавить к цене. Предприниматели тепличного сектора также надеются, что этот кризис будет стимулировать развитие зеленой энергетики.